Всем привет! С вами у меня на обзоре смартфон Dexp Zenit. Распаковку я его уже записывал. В этом видео более подробно расскажу вам про дисплей, производительность, автономность, камеру и звук. Для начала быстренько расскажу о технических характеристиках и также о комплекте поставки. Продается он в такой вот упаковке. Цена его 16 тысяч рублей. Официально он поступил в продажу с 25 мая. В комплекте у нас гарантийный талон, защитное стекло, скрепка для извлечения лотка, кабель USB-Micro-USB и зарядка выходным током 5 Вольт и 2 Ампера. В смартфоне стоит аккумулятор емкостью 3200 мАч. Экран 5,5 дюйма, Full HD разрешение. На экране была наклеена защитная пленка. Я ее сразу убрал. Производитель указывает, что здесь есть олеофобное покрытие, но по ощущениям, что его здесь нет, либо оно достаточно плохого качества. Возможно, данное покрытие было либо на пленке, либо есть еще на защитном стекле. Здесь же палец тяжело скользит и отпечатки пальцев убираются нелегко. На правом торце качелька регулировки громкости, кнопка включения-выключения питания. Кнопка необычная, имеет подсветку по периметру. Когда у нас есть пропущенное уведомление, то подсвечивается зеленым цветом, и когда смартфон заряжен до 100%. Сверху у нас разъем под наушники, второй микрофон для шумоподавления. С другого торца у нас лоток для двух симок. Одну из них можно использовать для слота microSD, формат симок microSIM. Снизу у нас один динамик, второй микрофон и по центру разъем для зарядки. Здесь у нас пластик по периметру, но снова, как указано на сайте, у нас металлическая рама. Спереди у нас фронтальная камера на 5 Мп, различные датчики, разговорный динамик и фронтальная вспышка. Вспышка неплохая, при плохом освещении достаточно хорошо освещает. Что касается разговорного динамика, то по громкости он средний, по качеству он неплохой. Скажу даже больше, он мне понравился по качеству передачи речи. Что касается сенсорных кнопок, снизу то они подсвечиваются у нас назад, домой и вызов последних запущенных приложений. Переходим к задней панели. Здесь у нас две камеры, основная на 13 Мп, диафрагма 2.0, вторая у нас на 2 Мп. В принципе, суть, так же как и на HTC M8, служит для определения расстояния и последующей перефокусировки кадра. Как это все работает, я вам продемонстрирую. Вспышка. Здесь у нас так же стекло, логотип Dexp. По внешнему виду смартфон действительно выглядит неплохо, с учетом своей цены 16 тысяч рублей. Но давайте посмотрим, что у нас внутри. И начнем, наверное, с экрана. По габаритам в ширину 76 мм, высоту 154 мм и в толщину всего лишь 7,2 мм. Вес данного смартфона 165 грамм. А теперь давайте переходим к экрану. Экран здесь IPS, Full HD. Производитель указывает, что это матрица от LG. Что касается яркости минимальной и максимальной яркости, то максимальная яркость неплохая. На ярком солнце все у нас видно, как можете видеть. Что касается минимальной яркости, она такая. По настройкам экрана. Здесь у нас все стандартно. К сожалению, цветовую температуру поменять нельзя, как и насыщенность цветов. Здесь цветовой охват аккуратно в зоне sRGB, то есть цвета в меру насыщенные. Для любителей амоледов и ярких насыщенных цветов, наверное, немного будет не хватать насыщенности. А для любителей спокойных цветов, правильной цветопередачи данный экран вам понравится. По цветовой температуре экран все-таки, наверное, немного ближе холодный. Здесь явно показания в районе 7000 кельвинов. Что касается углов обзора, понравилось то, что под углом картинка не инвертируется. Единственное, падает контрастность из-за выцветания черного цвета. Также он немножко может синить. Но это, в принципе, типичное поведение для IPS-матриц. В случае черного цвета под углом он становится светло-серым, с небольшой примесью синего оттенка. При этом желтизны под углом нет. Если подвести итог по экрану, то экран мне понравился. Здесь действительно добротная IPS-матрица. Самое главное, с правильной цветопередачей, в меру насыщенные цвета, неплохая яркость. Белый цвет также неплохой, нет никакой цветной радужки под углом. Все в этом плане здесь хорошо. Переходим далее. Поговорим про железо. Давайте откроем AIDA. Здесь у нас процессор, я думаю, всем хорошо известный. Это Qualcomm 615. Восьмиядерное решение, четыре ядра 1.5. Последние четыре, 1.1 ГГц. Ядра у нас включены все. То есть они не отключаются в зависимости от нагрузки. По графике здесь у нас Adreno 405, 400 МГц. Давайте заодно пройдемся по другим характеристикам. Аккумулятор 3200 МАч. По датчикам. Здесь все основные имеются. Даже имеется гироскоп. Понятное дело, акселерометр, компас. То есть в случае пешей навигации показывают направление. По кодекам. Здесь я не нахожу поддержку FLAG. Также не нахожу поддержку AC3 звука. Но достаточно поставить им X-Player встроенными кодеками. Все у вас будет хорошо. По оперативной памяти. Давайте мы закроем все приложения. Кстати, не очень понравилось, как они добавили кнопку очистить все. И диспетчер задач выглядит, мягко говоря, не очень красиво. По оперативной памяти у нас все хорошо. 3 гигабайта. Доступно у нас 2 гигабайта. Что касается предустановленных приложений. Много приложений стояло от Яндекса. Все у нас удаляется. Здесь можно назначить дополнительные действия по долгому тапу на кнопку меню. Либо на кнопку начального экрана. Панель состояния. Здесь у нас просто отдельный пункт вывода заряда в процентах. Ну давайте перейдем в пункт память. 16 гигабайт. Доступно у нас чуть больше 10. И есть лот под microSD карточку. Что касается скорости работы в интерфейсе. Во-первых, стоит отметить, что здесь стоит Android 5.02. Это не самая шустрая версия Android. Она даже медленнее, чем Android 4.4 KitKat. Будем надеяться, выйдет обновление. Либо до 5.1, либо до 6.0. Так могу констатировать, что притормаживания в интерфейсе встречаются. Особенно, когда вы начинаете что-то скачивать с PlayMarket, обновлять в фоне. Ну вот, допустим, мы запустили ролик. Качество у нас 1080p. И шторка немножко притормаживает. Также вызов меню. Ну давайте покажу вам, как у нас дело обстоит с кроллом. Инстаграм. Дальше Twitter. Как видите, приложение не сказал бы, что быстро запускается. Микролаги все-таки встречаются. Быстрый скролл уже процессор не справляется. Давайте откроем PlayMarket. Ну то есть, в интерфейсе микролаги все-таки встречаются. И тут вина скорее не Qualcomm 615, а то, что здесь стоит Android 5.0. А он, мягко говоря, не очень-то и шустрый. Нюансы, которые я заметил. Во-первых, не видит 5-герцовую Wi-Fi сеть. Вот просто DeepVidit. Включается на скорости 72 Мбит. Переходим в настройки. Почему-то Google Plus у нас не поддерживается. Давайте мы еще разочек проверим. Не поддерживается вашим устройством. Очень странно. Пока не забыл нюанс по железу. Хочу отметить очень приятную вибрацию. Даже в сравнении с тем же HTC 10 и Samsung Galaxy S7 Edge. Когда там просто вибрирует сам смартфон. Здесь действительно она качественная. Пойдем дальше по техническим характеристикам. Epic Citadel. Ультракачество 27,7 FPS. По нагреву до T129 градусов. После часа тестирования при максимальной яркости смартфон нагрелся до 47 градусов. В частности, температура аккумулятора. Если говорить про температуру корпуса, то она также поднялась. И поднялась она до 46 градусов. То есть нагрев ощущается. И ощущается он в верхней части смартфона. Здесь у нас по памяти следующие показания. Чтение 134, запись 74. Случайное чтение 11, случайная запись 9 МБ. То есть показания чуть ниже среднего. Geekbench 625-2200. Повторно несколько раз. Показания практически не изменяются. Antutu 34000. Повторно несколько раз. Показания практически не изменяются. То есть как такового троттлинга нет. Но при этом смартфон довольно-таки ощутимо нагревается. До 45-46 градусов. Если мы говорим про корпус. Про работу GPS давайте я вам расскажу пару слов. Во-первых, понравилось то, что видят спутники и американские, и глонасс, и даже китайские. На удивление. И к ним причем подключаются. По точности указывает 10 метров. На практике по Google картам погрешность где-то 30-40 метров. Компас у нас присутствует. Как видите, показывает направление. По работе GPS-а плюс быстро находит спутники. Подключается к многим. Но к точности есть претензии. То есть точность 20-30 метров могла быть и выше. Давайте мы перейдем к звуку. Ну, по динамику здесь все хорошо. Громкость выше среднего. Качество также неплохое. Даже прочувствуется некоторая объемность. Присутствие низких частот. При максимальной громкости нет никаких хрипов, висков. То есть динамик здесь действительно неплохой. Но это указывает и сам производитель. Что касается качества звучания в наушниках. По запасу громкости, ну, наверное, одно-два деления максимум. По качеству все среднее. Не хватает детализации, объемности звука и проработки именно деталей. Ну, то есть обычное качество звучания в наушниках. Ну, данное качество устроит многих. Но если вы аудиофил, любите послушать качественную музыку, в качественных наушниках, то здесь явно вам смартфон не подойдет. По уровню приема сотового сигнала LTE работает без проблем. Заметил такой нюанс. При переходе с 3G в 2G почему-то показывает ноль полосок. Пойдем, наверное, дальше. Производительность в играх. Давайте мы запустим тот же Reclass Racing. Все идет плавно, но настройки графики у нас, давайте покажу, средние. Если вы ставите выше, давайте, допустим, поставим вот такую. Здесь уже, как можете видеть, игрушка начинает притормаживать. В целом, по производительности в графике играть можно в аркадной игрушке. В случае более-менее современных игрушек, тот же Reclass Racing, Unkillit, играть можно на низкой качестве графики, либо чуть выше. То есть, конечно, смартфон у нас не игровой. Пойдем дальше, поговорим про камеру. Покажу вам ее интерфейс. По настройкам различные эффекты у нас присутствуют. Переключение на фронтальную камеру. Вспышка. Режимы. Также здесь мы можем изменить разрешение, поменять резкость, насыщенность, контрастность и так далее. Тут у нас переключаются режимы. Режим видео. Запись ведется в Full HD. Пример сейчас вы увидите. Пример записи видео на Dex Zenit. Вечер. Освещение среднее, но все еще светло. Как видите, на экране у нас заметное проседание FPS. Фокусировка. Фокусировка у нас автоматическая, но фокусироваться он не хочет. Почему-то. Ну. О. Наконец-то. Что касается непосредственно фишки данного смартфона, съемка в одной камере, есть соответствующий здесь пункт. Давайте мы откроем галерею. Стандартную. И если вы снимаете в таком режиме, то у нас здесь появляется папочка Dual Camera. Парочку примеров я снял. Давайте вот этот откроем. Нажимаем редактировать. Здесь у нас появляется пункт Bokeh. Что мы делаем? Мы тапаем на экран и выбираем где у нас будет фокус. Вещь не новая. Что-то подобное мы наблюдали на HTC One M8. Здесь можно задать степень размытия. Если говорить непосредственно про качество работы данной штуки, понятное дело все это реализовано софтово. Снимок итоговый после применения. Здесь у нас все неплохо, когда мы фокусируемся на переднем фоне. На заднем вот здесь уже видно, что работает у нас все это дело софтово. Где-то замылено, где-то не замылено. На некоторых объектах более-менее хорошо работает. На некоторых огрехи заметно больше. Как мне сказали, скоро выпустят обновление и данные алгоритмы будут улучшены. Но пока показываю, как работает. Если говорить непосредственно про качество фото. съемка в движущем лифте из-за отсутствия оптической стабилизации у нас как видите снимок не четкий получился. Днем по балансу белого неплохо. По детализации конечно есть кое-какие огрехи. Например, угол довольно-таки сильно у нас замылился. По детализации детали кое-какие присутствуют. По шумам в нем выглядит все неплохо, но конечно алгоритмы часто смазывают объекты. Особенно дальние немного теряется детализация. Но по съемке днем в принципе стандартная съемка для бюджетного смартфона средней ценовой категории. Съемка днем при хорошем освещении. Как видите даже имеется кое-какие детали. Вон даже шов все видно. На улице при хорошем освещении видно, что низкий динамический диапазон. Объекты у нас высветляются. По деталям видно, что есть некоторые моменты, где у нас все размыто. Но когда освещение у нас портится, конечно, детализация резко страдает. Большая вероятность получить смазанный снимок. Это в принципе стандартно для подобных смартфонов. Ссылка на примеры будет в описании к этому видео. Если кратко подвести итог по камере, то она здесь явно бюджетная. Днем из минусов узкий динамический диапазон. В общем, обычно бюджетная камера. Что касается непосредственно фишки размытия фона, это у нас все реализовано, как я говорил, софтово. Где-то может сработать более-менее хорошо, где-то похуже. Давайте перейдем к автономности. Здесь у нас аккумулятор емкостью 3200 мАч. Я тестировал в различных режимах использования проигрывания YouTube Video 720p на максимальной яркости за час работы экрана смартфон у нас сел на 16%. Итого он крутил у нас около 6 часов. Что касается воспроизведения конвертированного видео, 720p МКВ максимальная яркость за час работы экрана он сел на 14%. Итого 7 часов работы экрана. В случае игр на максимальной яркости смартфон в среднем разряжается за час работы экрана на 30%. То есть где-то на 3-3,5 часа вам хватит игрушек. Яркость будем уменьшать и соответственно увеличивается у нас автономность. В обычном смешанном режиме использования аппарат живет от 3-3,5 часов до 4,5 опять же будет зависеть от того как вы будете его использовать в 3G в LTE либо Wi-Fi. Ну то есть я не могу выделить здесь очень хорошую автономность не могу сказать что она плохая она здесь просто средняя. Ну давайте наверное подведу итог по данному смартфону во-первых отмечу плюс его что мне понравилось мне понравился экран мне понравился внешний вид действительно выглядит неплохо чем-то напоминает смартфоны Sony опять же за счет того что у нас стекло спереди и сзади неплохой разговорный динамик хороший основной динамик громкий качественный следующее что я могу отметить ни в плюсы ни в минусы это звук в наушниках камера типично бюджетная средние показания по автономности понравился что здесь токовый Android для игрушек нужно ставить графику низкую либо среднюю по скорости работы в интерфейсе есть кое-какие претензии но опять же с учетом то что здесь Android 5.0 как видите вот есть небольшие задержки по скорости открытия приложения видите как у нас все дело происходит не шустрая флеш-память то есть есть плюсы минусы сильная сторона повторюсь у данного смартфона это экран внешний вид и работа разговорного динамика все всем спасибо за внимание это был обзор смартфона Dexp Zenit молча м м м м Продолжение следует...